Резко-быстро вырываемся сразу же на матч Клауд Найн против Тайлу Прямо здесь и прямо сейчас, без вообще каких-либо пауз, без промедлений, без всего в этой замечательной жизни Потому что уже пистолетный раунд команды Клауд Найн выиграла прямо здесь и прямо сейчас Вот И вот всё заново, опять и опять и снова С вами, дорогие друзья, студия Рухаб Евгений Слипчик Да, да, и вот Олег не успел, никто не успел даже вздохнуть Евгений Слипчик, Слип Самуэл, Олег Клименко, Минтгад И в рамках Intel Extreme Masters Котовицы 2018 года по Counter-Strike Турнир вот этот замечательный, смотрите вы и мы и вообще все вместе Так вот, Клауд Найн, победителя мажора Прошлого как раз, да, который был прямо вот прямо недавно, команда Тайлу Которые в последнее время, вроде бы из того, что я видел, играют немного лучше, чем было до этого момента Вот немного, опять же, немножечко Но, наверное, не множечко, а немножечко, вот, да И вопрос Вообще как-то, да, продолжай, прости, пожалуйста Да нет, все хорошо, и главное, я болтушка просто, прости И главный вопрос, сколько раундов возьмут Тайлу? Ну, я даже не знаю Я, честно говоря, думаю, что здесь будет прям хорошая месила Потому что Тайлу не покупает карту Тейнферна Ну, а дальше может случиться все что угодно Клауд Найн, опять же, мы с тобой обсуждали буквально две минуты назад Потому что у нас тут и пауза-то особо не случилась Я только начинаю вводить на твиче название новых команд И смотрю уже, пистолетный раунд, Клауд Найн и Дефицит Бомбы сидят Ну, нормально, я так успел зайти Как оно будет на самом деле, пока непонятно Вроде бы, Тайлу, китайцы номер один в своем регионе Клауд Найн, топ-1 по версии прошлого мейджора И не знаю Вот, честно говоря, не знаю Были бы какие-то флэш, там тоже непонятно Если бы это MP Phoenix, то тоже непонятно То есть азиаты такие еще темные-темные драконы, лошадки Я не знаю, кто еще их может понять Они могут выиграть Они неплохо сражаются, что одни, что вторые И где-то вот, наверное, они отталкиваются больше от ошибок команд Потому что они цепляются за них И какая бы ни была сильная команда Они просто могут отдать неплохой бой А если команда недооценивает оппонента То это может быть та самая ошибка для азиат Которые могут для себя в плюс забить Забить ногами команду оппонента Да, да, но Ты знаешь, наверное, все-таки не Клауд Найн Наверное, эти противники Им не по плечу Вот только что у нас были Renegades против Astralis, дорогие друзья Опять же, и для тех, кто смотрит это в записи Например, на нашем YouTube-канале CSRUHUB Обязательно на него подписывайтесь тоже И на социальные сети, конечно же RUHUB по Counter-Strike CSRUHUB тоже, да, во ВКонтакте, например Да и во всех остальных местах, между прочим Инстаграмчик и Твиттер тоже есть Так вот, был Детрейн Astralis против Renegades И Renegades прямо на первой половине На потенциально более сильной, опять же, на КТ-стороне Прям вжух-вжух-вжух-вжух И классный счет, и все И как будто бы вот пять раундов беру там Все, до свидания, победа Ну нет, просто Astralis пошли на ту же самую Потенциально более сильную половину И все, и выиграли Ничего, ничего как бы делать особо не надо Даже думать особо не надо Просто неудобная половина и удобная половина, да, или Менее понятная половина и более неудобная, да, и более понятная, более удобная, например Все просто В этом плане The Inferno, я бы сказал, больше фавористует даже террористам, пожалуй, да, по некоторым причинам На Аппленте понятно, почему На Бпленте, кстати, не фавористует, пожалуй, наверное, на Бпленте То есть Апплент — это чисто террористическая тема Потому что, если вы встали, то вас очень сложно выбить Бплент немножко сложно с точки зрения забегания Но если встали Не так удобно, кстати, как на Аппленте, к слову, да То есть такие моменты тоже есть Поэтому, наверное, The Inferno вообще довольно балансно Мне кажется, более в сторону именно Т-сайда Но пока вот у нас китайский Т-сайд ничего не показывает И вот они ранние девайсы Ну, на девайсах, возможно, мы видим совершенно другое развитие событий Все-таки трейд-раунд Мы его с тобой не видели до конца Точнее, не с самого начала До конца-то мы увидели, как раз-таки, тоже бомба дефьюзилась Но на девайсах может случиться все что угодно Тем более, что есть хорошие стрелки И Капитан Мо, и Диди, и Экскурейт, и Бентет Которые неоднократно зашили раунды И даже только Радов Скадулт зажимает, забирает Капитана Мо Остается китайцы вчетвером И тут же прилетает ответный фраг от Экскурейта Это выход на план, где пока только два игроков Уже один игрок защиты Остается последний игрок на планче Это Раш, который может оформить оппонента В спину будет пробираться Клауд Найн Оставшийся вдвоем с Банана И... Пройдут... Пройдут сам фраг Дальше фраг от Бентета Два в три, меньшинство И через коровки Стюит Окей будет вместе с им тиммейтом Который довольно далековато Через ковры Хотя есть дефьюз киты Есть флешка Дадекой И с ними можно побороться Битая команда Тайлу Тяжело Очень-очень тяжелая ситуация Бентет Так, пока что сидит На один еще товарищ Ну вот, вот в чем проблема убивания оппонента, да? Это все-таки не так все просто Находит на один человека Самвадди разменивает Сюит Окей Аутематик разменивает самвадди Бентет разменивает аутематика Во, вот Вот он вот этот вот Аплент чисто террористический, да? Попробуйте Вот это вот выбить Все, если террористы правильно сидят здесь, да? Потому что если неправильно, то да, можно А если правильно Какие-нибудь диагональные кроссфаеры Опять же, синергичные, да, размены Вот так там Вот это все Вот это все Вот так вот точнее, да, например Вот, если вот так вот как-то там сесть По-человечески, то Да бог его знает вообще, как это выбивать Очень сложно Очень много ресурсов надо И явно не два человека, а хотя бы три И в итоге 2-1 Ранние девайсы получились Посмотрим, что будет дальше Но с каким трудом эти девайсы получились? Там перестелка принесла только одну жизнь Команде Тайлу И то там, по-моему, 7 хп оставалось у БМТ Если не ошибаюсь То есть все было очень близко Для того, чтобы случиться в пользу команды Клоуд Найн И сейчас мы видим форс раунд От американцев Потому что, ну, денег было совсем мало Там и на форс раунде Тайлу тоже Повыгрызали плоть из своих оппонентов Оставив, по-моему, два или три девайса В общем-то Ну, теперь Тайлу рассчитывают на взятый раунд еще Потом экономический И они теоретически могут выйти вперед Если, конечно, стеют окей Либо же Раша Или вообще с Кадудом, с Макс Эвеном Ну, вот в такой ближней позиции Не расконтролят И не смогут нанести какой-то суперфатальный дэмэдж И вдвоем игроки защиты будут принимать лонг Хотя пока что к нему китайцы вообще не идут Рассчитывая сыграть На короткие прошу прощения На лонг Хотят выйти вообще Азиаты и в дальнейшем разыграют Это максимально плотно О-е-е Разбакивается и отвечает Довольно С хорошими фрагами Раш с плентами Один минус И дальше размен Это, ну, даже, наверное, сейв для команды Клоуд Найн Не стоит идти Там и набор гонат И дефьюз киты И Два армора Ну и плюс это все, что будет И команды Клоуд Найн В следующем раунде Слушай, жестко-жестко плент вскрывают китайцы Классно, действительно, очень нравится Ну, пока что, по крайней мере, у них получается это делать Ну, с другой стороны И девайсы Конечно, у Клоуд Найн были еще Такие себе Но только Капитана Мо Потеряли ребята Бэнтед так и не умер То есть, потенциально, опять же, прирост пассивной экономики Для четверых Точнее, пассивный прирост экономики, прошу прощения, для четверых Из пяти А пятый Сколько там? А пятому скинут, кстати говоря У него денег не хватит Потому что А, нет Нет На коллаж На коллаж хватит Ну, все равно, наверное, скинуть Потому что надо второй армор еще докупить Ну, да ладно В общем, в любом случае Все будет Все будет классно и хорошо Кто будет кидать? Бэнтед будет Да, Бэнтед ему Бэнтед капитан Мо Прошу прощения Скидывает в итоге Пушечку Нету денег у команды Клауд Найн 2-2 Счет Тайлу потенциально могут выходить На 2-3 И С точки зрения Опять же Китайцев И Китайских забегов На Дэнферно Например Вообще азиатских забегов На Дэнферно На какой-нибудь Б-плэн Там, как мы видим А-плэн тоже подтянули Однако На первой половине Они должны Максимальное количество Раундов выбивать себе Прям максимальное Но глянем Как это будет На самом-то деле И многие считают Что Тайлу здесь Это факт Что Тайлу Является командой Которая должна Вроде как сливать Дэнферно Команде Клоуд Найн Хотя мы с вами Не так давно Увидели на Сил Айлик Четвертая визона Как Тайлу Обыграли команду Фнатик 2-0 И там была тоже Карта Дэнферно И все-таки До Фнатики Изи Тайлу Кто такие китайцы Но с ними тоже Приходится считаться С ними тоже приходится считаться Тем более что уже Стюйт Окей Нанес дэмэдж И убил Бентета Диди Безо всем хп На планте Б Двое игроков И можно В теории попытаться Тем более что Юмпик передается Аутематику Стюйт находится С чешкой Есть Зевс У Тарика И в какой-то момент Это может сработать Почему бы и нет Так Ну давайте посмотрим Забег на Б-плейн Горит Диди Ой 15 хп Остается Но умирает В итоге Да И вазе 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 Никто не чекает Ваза Короче говоря И как-то прям Только я говорил Про азиатские Забеги на Б Которые были Всю жизнь Вазе Не такими плохими Ой-ой-ой-ой Экскюрейт Неплохо Но не разбирается Со всеми оппонентами Получает втушку В итоге пули И погибает конечно Которые были Вроде не такие плохие В общем и целом Но почему-то Сейчас у команды Тайлу На Апленте Более Более комфортно Более красиво Элегантно получается А через Б-плент Как-то То есть вот В голове Нет Скажем Решений Противомолотовых решений Вот молотов Ну и все И мы в него бежим Раз уж мы бежим И тогда все Прям и в него бежим И вообще бежим Как-то так это сейчас ощущалось Не очень Не очень В итоге все-таки Клауд Найн Однако Выходит вперед По счету Но три калаша И два пистолета Это все что есть У команды Тайлу Ну там вообще Браун получился сумбурный Залетели на Б Попали в кроссфайр Отлетели при выбивании Даже бомбу не успели поставить Китайцы Получили от юспиков И не успели перезарядиться Короче там было очень много факторов Почему Тайлу проиграли Потому что Я их уже сказал В принципе И дальше стоит ожидать Ну Что-то более-менее Наверное Адекватное Потому что Тайлу Такие раунды Отдавать в принципе Не должны Если хотят рассчитывать На победу здесь И Инферно Для китайцев 50 на 50 Тем более Что противники Были Не совсем Самые Прям Не знаю Топы Пожалуй Кроме команды Фнатик Но Всегда Нужно быть На чеку Аутиматик Срывается На голову Икскурейт А тут же Пытается Получается Получается Три фрага Дет Отдетка Отна Стюит Окей Подлавливает Оппонентов В полном блайнде И остается Бендет Последний Потому что Команда Клауд 9 Здесь Решила Максимум Того Что можно Была Бомба Лежит Бендет Последний Хэшка Немножко Не туда Если бы Залетела А вот Здравствуй Бендет Как твоё Ничего Окей За последнее Время Судя по всему Команда Тайлу Очень много Времени Уделила Апленту Который у них Был хуже И наверное Оставила бы Плент На том месте На котором Он у них Был Как я понимаю И на котором Он у них Работал В своем Регионе Ну видимо То есть В китайском Да Ну вообще В азиатском В чем в китайском Наверное В Азии Это работает Вот такие Забеги Под Б-плент Когда вы просто Бежите мясом По кафелю Урваетесь на кафель И спрашиваете у себя В головах Где мы вообще Где я Вот И Ну и Экскерирует На Медуа Отъезжает Бентет туда же Опять же Я продолжу Потому что здесь Не дефолтные пистолеты И команда Тайлова Будет умирать Со всех сторон Сейчас их буду дожимать И до свидос Ну вот И пятый раунд Для команды Клод Найн Так вот Если команда Тайлу Поймет Что что-то Как-то против Победителей Мажора Которые На Дейнферно Победили Тоже К слову Ага Такие штуки Как бы Не особо Работают То наверное Мы ожидаем Больших Большего количества Забегов На Аплент Через какое-то Время Когда китайцы Поймут это сами Но на Аплент Получалось И были попытки Разыгровки Своего экономического раунда После проигранного Пистолетного Что тоже принесло Некоторые плоды В какой-то момент Клод Найн Просто потеряли экономику Хотя и там У них проблем Особо не было Скадудл Вышел Промазал И чуть сам не отъехал В такой непростой ситуации Там расстрелить Вот дальше Скадудл Получает еще немножко дэмэдж И все-таки Вынужден отойти Но жив Скадудл Который еще принесет Наверное В этом раунде С пользу В своей команде Попытка Еще одного Прострела От команды Тайлу Сейчас банан Задымлен И выход туда Пактически невозможен Для команды Тайлу Потому что уже И буст есть И готов С Тью-Токей Разбирать Китайских Своих Визави Будет ли Простреливать Дидей Потому что Китайцы Очень давно Славятся Своими прострелами Они прострелят Абсолютно все Что где можно Где нельзя Они делают Это с таким Неимоверным Вообще Рвением Что может Получиться Какой-то Очень неприятный Сюрприз Для фанатов Клауд Найн Для самой команды Клауд Найн Да Китайцы Кстати знают Волбэнги Действительно До Инферно Это правда Это правда Но Вопрос не в Волбэнгах Больше Это больше Фишечные Какие-то вещи А скорее В стабильности Забегов Ну вот и Аплэнт Да Они все еще хотят Потому что Поняли что На Б как-то у нас Против Клауд Найн Наверное Не лезет Совсем никак Но Если честно На А не лезет Тоже И ребята такие Окей Все А А Плэнт Закрыт Бежим На Б Нет Не те маркеры Раш Б Майдер Чайни из комрадз Вот И Стювит Окей Будет все это дело Принимать Находясь на гробах На данный момент И даже кивает нам Мышкой Мол да да Именно я Но дело в том Что не принимает Бомба будет поставлена На бывшем гриле Сейчас на гробах Опять же И История такова То что Два на три Это все еще шанс Для тайлу Если очень аккуратно Сейчас Аутематика Бэнтед заберет В автрии Есть гранаты Полетели флешки Смаги Аутематика Потому что Аутематик сам не ожидал Такой близкой позиции Игрока Атаки Пропрыгивает Скадудла Информация Есть игрока Атаки Хотя Скадудла Промагается Вновь Что не получается Сейчас Третий промах У Скадудла Это Такой печальный Раш На хлп Бэнтед Остребывает Раш Что с тобой не так Братан С глаком Уже идет Скадудл Руинит Раунд Команды Клауднайн Просто не сказать 4-5 промахов Я не успел Посчитать На самом деле Точное количество Возможно Там было до этого Еще Бэнтед Кстати Забрал товарища В черче Потому что Товарищ Был ослепленный Опять же Игрок команды Клауднайн Тоже ослепленный Но дальше Все что я мог Сказать Это видимо Две буквы Русского алфавита Это наверное Все буквы Которые я могу Разговаривать На русском языке И да Что-то Скадеде Not so sky Not so dirty Today Собственно И как-то надо Просыпаться Скадудлу Тайлер Где ты Пожалуйста Давай Мажорные вещи Нам показывай Минорных Минорных Наверное Не надо Сейчас В Катавице Но и стивит Окей Сейчас будет Нет Не отомстит Теряет свою позицию Ой-ой Какая опасная история Ну зачекал Да зачекал Китайцев Сказал своим ребятам Ну противники Там окей Я кого-то видел Больше я туда Лезть не собираюсь Тяжеловато Если продолжить Так играть Скадула С снайперской винтовки Будет очень плохо Но думаю Что соберется Скадеде Тем более Что еще и стилет И кей берет В руки Снайперскую винтовку Команда Тайлу Все не так хорошо По байу Мактенда И ССГ 08 И только 3 калаша Имеется Плюс раскидку Половину уже выкинули У нас азиатские Ребята А вот и Клоуд Найн С раскидкой Все еще более-менее неплохо Потому что Есть очень много Гранаты Флешки И разнообразные Утилити Можно поджечь Можно взорвать Бенте 31 хп У команды Клоуд Найн По хп Все очень и очень строго Только 2 хп Ребята потеряли Это по-моему Там даже возможно Кто-то свой Прошил Да Ну Все-таки Под банан Пока что Тайлу собираются Кстати Дабл АВП От команды Клоуд Найн Одну на Б Второе На А Стоит Нет подожди секунду Стоп Стоп Да-да-да Одна под Б Вторая под Д Ну ребята В итоге забегают На Б Плэнс И вот ОК снимает Экскюрейта Самбади Что-то Как-то Вылезает Вот такое Вот Такое Б Такое Вот оно Желе такое Господи Знаешь Вот в руки Желе берешь Противное Все вылезает Непонятно куда И каркаса нет Вот такой забег На Б От команды Тайлу Сейчас до сих пор Причем То есть против Клоуд Найн Прям вообще ноль Вот никак Ничего не получается Это не работает Это просто физически не работает Я вижу Да Они пытаются Но По тем тактикам Которые у них есть Теми командами С которыми они играли Это не тот уровень Вообще не тот уровень Что придумают китайцы На этом раунде Будет ли форс Либо экономически На что будут рассчитывать Азиаты в этом раунде По всей видимости Постановка плента Тогда в этом случае Хватает денег Игрокам команды Тайлунда Чтобы закупиться 1900 плюс 2800 Плюс просто 800 от бомбы Что я уже разогнался Для китайцев Это слишком большая фора На самом деле Но тогда может Это может и случиться Но правда Они никаких таких Быстрых действий Не воспринимают Ждут опять же с Кадудла С снайперской ментовкой Чтобы три раза Он промазал Забрать снайперскую ментовку После убийства Капитан Мо Отстреливай стюет окей Диггл работает в руках И при том Что это единственный девайс На который сейчас Рассчитывают Тайлу Потому что в четырехах Конечно можно расстрелять Но там может быть и Молотов Хаяш Который похоронит Всю команду Тайлу Это правда Голые без армора Да Хая может наносить Гигантское количество урона Но Хая нет Молотов по армору Кстати тоже не работает К слову То есть это не имеет Никакого значения В данном случае Но зато пуля имеет значение И прострел имеет значение О-о-о Математик Бррррррррнк И забирает в итоге Прыгающего зайчика Зайчик кролик Самбади До свидания В четыре лица Остаются ребята Из команды Тайлу В итоге И на плент Ну 2-2 Да ситуация от Клаудов Это все что они могут себе позволить Мясом кстати можно задавить Вообще-то Да это будет тяжело И да опорная позиция От команды Клаудной На пленте Мне действительно дико нравится Потому что здесь раж в курилке И, опять же, Тарик на балконе То есть короткий длинный Короткий выход на длинный, точнее, закрывается И вот сейчас Тарик, по-моему, да? Да-да-да, Тарик все это дело будет Какие тайминги! Так, Тарик видит одного Тарик, Тарик видит, многих видит На большие вот эти снижается Тарик, человек из бомбы убивает Теперь вообще некомфортно, неудобно Они все еще могут стрелять, но дело в том, что тратят настолько много времени Господи, Тарик, что ты делаешь-то? Боже мой, ну все, до свидания Была, опять же, возможность поставить бомбу Правда, слишком далековато был игрок С этой самой бомбой, чтобы добежать до плента Тарик великолепно использовал свою позицию Расстрел всех по головам, если не ошибаюсь Только после трех фрагов от него он погиб И дальше тимметы сделали всю нужную работу Тарик покупает себе аук По-моему, рановато Друг мой, всего лишь счет 7-3 Все хорошо, это джетушные Вот эти темы Правда, там СГшка была, но Окей, это клоунайной темы теперь Потому что джетушные, это с СГшкой, да Апекс, по-моему, если я ничего не путаю Вроде бы, да, напомните мне чат, дорогие друзья Там шикарные киллы, конечно, были С СГ Тарик, Тарик, Тарик на другом планете Как и все остальные ребята И вот сейчас этот аук будет рвать Просто метай, давайте посмотрим Вот он через библиотеку идет Прокачивает скиллы, читая книги Вот это все Вот она, вот она, пушка войны Господи, я так давно не видел аук вообще Вот их, что я даже забыл Как он, в принципе, прицел выглядит Коллиматорный И экскюрит промахивается Так, флешечка Ну и время-то идет, бомбыш поставлено Бомба поставлена И еще один два, как там О, больших ходовая команда из Тайлу Диди выбирает Тарика своей целью Сходу последний Снайперской метовки на руках Молдов на выход из-за руин Смоук Но это все, что позволено сейчас Сходу Но он даже не пытается уйти Он хочет сделать фраг Но, как мы с вами видели Это получается не всегда Промах И Диди просто пробирается дальше Есть аук для самбадя Они пытаются забавить И снова промахиваются Сходудл Сходиди, что с тобой сегодня случилось Здесь снайперские ментовки В атаке зачем? Да, не получается Пока что у Сходудла И разводят И торгуют плечом, ручкой Точнее даже Кистью руки, да Не плечом И Сходудл пока немножко Немножко не в форме Аук потерялся в прошлом раунде К сожалению для всех нас И орудия войны Что-то как-то не особо орудия И не особо войны, видимо 7-4 И на B плент Как мы уже видим У Тайлу немножко получается Но против двух оппонентов Опять же, да Например, они трех Если укрепление с хелпы еще есть лишнее Хотя это не дефолтная тема Да, потому что сейчас Дефолтная тема от команды Кладнайн 3-2 По плентам АБ Соответственно Ну и пока что собираются Китайцы под А плент Вопрос Будут ли все-таки идти туда Или будет потом перетяжка И фейк пода Тяжеловато Кладнайн Браж вырубает одного Получает смоу Команда Тайлу На выход из Апартаментов Сейчас потеряв Диди Ребята из Тайлу Будут решать Опять же Что-то У них очень хорошо Получаются экономические Форс-раунды Они выбирают С своей целью Плент Б В большинстве случаев И там где-то вот Выбивая кучу девайсов Ребята стараются Завершить это все Дело в свою пользу Но Как только У них идет серьезная игра С девайсами Они почему-то Сковываются И такой против Кладнайн Мы видим Не работаем Да Есть Скадудл Который не промазывает И Этой ошибкой Пользуется Команда Тайлу Но Как факт Сейчас Скадедди Может проснуться И Опять же Не знаю Поверить в себя Поверить в команду Откидывать смог На миддл Но тут уже ребята Из миддла прошли И Скадудл Просто идет На мебелиотеку Хотя возможно И пойдет куда-то На плент Б Нет Просто сменяет позицию Тут же Экскурейт Раш Затопил Не так бодро Сносит половину Своим оппонентом Но 4 в 5 И втроем Игроки находятся На точке А Скадудл В этот раз Не промахивается Скорейт Игибает 3 в 5 Раш Скадудл еще по минусу Последним Экапитан Мо Держим минус Дальше Скадудл Вот три фрага Которые получается Делать по китайцам Первый план выигрывает С командой Клауд Найн 13 на 8 Лучший фраг Статтер Аутиматик На данный момент 1-9-8-9 Остальные ребята Скадудл Стютер Кира Штарик Опять же И в целом БНТ Очень сильно выделяется Из команды ТЛО Остальные идут 5-5-6-3 То есть гармонично Вместе И один фраг Фраг-лидер По большому счету Получается Есть Тайвел ставит Паузу Чтобы подумать Как они Все это дело Будут делать Потому что На стороне атаки Желательно бы брать Некоторое количество раундов И БНТ Это последние раунды Не получается наносить урон Вообще То есть вот эти киллы Получается Я могу утверждать Что скорее всего Были сделаны Либо Какая здесь разница В уроне Были сделаны Вот в это время Вероятно И вот в это время Вероятно То есть он все еще Лидер своей команды Но за последние раунды У него в принципе Не получается физически Остальные Как мы видим Стараются Капитан Мо Просыпается Да постепенно Наносит все больше и больше Урона Потенциально Опять же Может и дальше делать Абсолютно так же Например Самбаде не получается В то же самое время Скадудл Ну немножко нестабильна Как мы видим Вот эта вот дырка Да здесь была По поводу Этого всего дела Стюйтокей тоже Тоже немножко нестабильна Раш старается тащить Аутематика Джима Лунга На которую не забраться Вообще сейчас никому В принципе Чисто физически И вот он Раунд номер 13 С первой половины Снайперская винтовка Два калаша Для китайцев Могут ребята Опять же постараться Запустить разменную монету В виде Бентета Либо же Капитана Мо Хотя они сами Как боевые единицы Могут внести Весьма неплохо дэмэджи Мы видели уже Выход на Б-плэнд Довольно быстро От команды Тайлу На экономическом раунде Где с чешки Икс Крэйт сносит две головы И Клауд Найн К этому просто не готовы Они думали Что откинут Смоук Молтов Какую-то флэшку И китайцы не пойдут И китайцы уже прошли То есть какой-то Удачный респаун И быстрый-быстрый тайминг Для команды Тайлу Вот тот раунд Самый принесли Очень неожиданный Удачный Хотя мы так и не посмотрели С тобой Те самые фраги С Ауга Которые могли бы Ну Минимумно Бескуражить нас И мы поорали бы чуть-чуть Но нет Да Ну нет Ну да Ну да Но в то же время Самая Ну нет Вся моя жизнь И собственно Пока что 5 на 5 Игровая ситуация Никто никого не убил Очень Достаточно сильно медлят Ребята из команды Тайлу И вот он Вот он скадудл Флэшечка Скадудл Скадудлу вообще все равно Он просто на тайминге Внутри себя просчитывает Все это дело И убивает оппонента То есть возможно Китайцы ожидали Сейчас мы зафлэшируем А это значит Что по нам не будут стрелять Но это значит Что мы просто зафлэшируем Опять же да Тарик умирает от Икскюрейта И самбади врывается Что-то на оплэнт Его внезапно никто не слышит Потому что это настоящее Низия Капитан Мы вместе с самбади Делают еще один килл Оплэнт полностью скрытый Что там у нас Юмпик Эмка Зажигалка-зажигалка Флэшка-флэшка Дефьюз киты А Сейв Окей Флэшка-флэшка Дефьюз киты Уже не важно Что там у нас И что там у них Ну 5 раунд Для команды Тайлу И собственно 1400 на руки Получит Cloud9 В ближайшее время А денег Как мы видим Вообще не ло И это Вот почему сейв Опять же да То есть Вот чем он может объясниться Это два засевленных девайса Плюс Пистолеты Не дефолтные Под эти самые Два засевленных девайса От команды Cloud9 А будет ли вообще Какой-то бай Для клоудов Можно сыграть Тупо двух девайсов Закупить Ну да Возможно Ты имел ввиду не форс Или ты имел ввиду форс Не 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 форс да Ну тогда в принципе Да Может получиться От двух девайсов Выграть Это Калашников Уже подаренный Капитаном Мо Одному из игроков Команды Cloud9 Потому что 2250 3600 И можно действительно Закупить Например Там уже Скадудлу Что-то вроде Дигла Либо Чешки Хотя нет Решают по-моему Ребята из Cloud9 Вообще действовать На полном форсе Или же нет Или да Как буду действовать Потому что денег Не остается у четверых Скадудл думает Это ФАМАС Это форс Бай для команды Cloud9 Притом весьма Даже не дурный Скажу я тебе Есть диффюс киты Почти полные Бруки Карманы гранат И Торкерин фармган Да Ты знаешь Что-то как-то Действительно это форс Я думал Пистолетные половые Под девайсы А ты думал Что вообще ничего Под девайсы А Cloud9 Делают Совсем другие вещи Ну Рискованная история Реально рискованная Но получается так Что они не хотят Отдавать шестой Тайлу То есть они хотят Сделать половину Тайлу Для Тайлу Максимально некомфортной Здесь И они могут так сделать Аутематика Не чекнут Привет Зайчик-кролик прыгающий Это минус 2 Правда в ответ От команды Тайлу И на Б-плент Ребята топят Надо Вообще-то Диди постепенно Подходить туда Смог Ну в целом Вовремя Но уже через черт Скадуду Ротацию производит Прямо на плент Очень глубоко Прыгает на плент Но в то же самое время Ребята такие Ата-та-та-та-та И мы на Б-плент Не пойдем Мы пойдем на А Здесь находится раш С юмпиком У него есть только флешки Флешки позволят ему Жить на буквально Секунду дольше Если он будет Еще ими пользоваться Если он поймет Что стоило бы И один Довольно Ну Стандартная позиция Ее правда Диди Чисто Психологически Зачекал для галочки В голове Типа я зачекал Ой а там противник что ли Серьезно развернулся Еще раз дал ему В лицо Итого 8-6 И вот он Этот форс Сейчас Очень больно Будет бить По Cloud9 Экономически 1900 они получат На руки И у них есть Лишь фамас И Слава богу Есть калаш Потому что Хорошо что хоть Ничего-то пониже Потому что этот калаш Реально может сыграть И Не дефолтное Что-то там На 1900 Это пистолеты Скорее всего С гранатами Грубо говоря Это все что они Смогут себе позволить Откровенно говоря Попытается Вероятнее всего Cloud9 Сыграть экономически От двух девайсов В этот раз И уже на раунд Ага На раунд Я почему-то думал Что будет еще один раунд В запасе Но нет В этот раз Такого не получается Они поэтому и рисковали Я вот к этому и говорю То что это такая себе история Типа и вот Это все что у них есть Да то есть 2000 буквально Потому что в 1900 Им насыпало И вот Как бы Вот тот самый раунд Который я от них ожидал До этого момента Они почему-то взяли И форсанули Да Немножко я ошибся По таймингам Хотя в голове Крутились немножко другие мысли Развитие ситуации Что можно было рискнуть И сделать Ну ладно Это уже отдельная тема Отличный байдер Тайлу Гранаты полные Все имеется Клауд Найн Чешка Три фарм Нет Два фармгана Только один Калашников И Фамас По одному Дефискиты имеются Это может сработать Если Тайлу Опять же в своем стиле Где-то попытаются Слишком просто Сглядеть команды Клауд Найн Хотя как мы с тобой видели На разменах Китайцы играют Крайне круто Даже Вот я не могу понять Как можно играть Такой сенсой Сумасшедшей Лютой Когда просто вот Мышка На пиксель отвел Это как знаешь Кран с горячей водой На миллиметр отвел Тебя уже кипитло Я знаю Я знаю как Знаешь как Как Вот просто Знаешь вот космические программы Есть у разных стран И Китай тоже естественно В этом всем участвует Но по крайней мере старается Да и запускает свои Всякие штуки Интересные спутники И китайцы поддерживают Соответственно Космической программы Своей стороны И ставят мышку Со скоростью Прямо до Юпитера Ну это очень жестко Видимо Так учились ребята Из команды Тайлу Горять с ними С такой сенсой Это вообще неимоверно Как это все контролится Я наоборот понимаю Когда очень маленькая сенсация Что там Товрикс Километр Можно там развернуться Как угодно Контролирую каждый пиксель Вообще на экране Но Здесь абсолютно другая ситуация Главное что получается Как у них это работает Это уже Это Об этом уже Китай умалчивает Собственно говоря Ну и что 8-7 или 9-6 Тайлу все равно взяли уже 6 раундов в атаке Это весьма неплохо Врыв на Плэнда Утимати Хоронит Капина на мост Крабок садит Тут же погибает Сюит ОК Диди наносит Максимально Крутой дэмэдж Хаешка весьма неплохая Могла бы залететь Но оборачивается От нее команда Клоуд Найн Еще один бут Кадудл Хоронит Байк Проложится еще и к самбади Диди в размен Три в два Ну и может получиться Диди еще жив И снайперская винтовка Может Ну очень неплохо Здесь пошуметь Позиция Икскюрейта Мне очень нравится На данный момент Действительно Довольно приятная Такая история И еще за Б3 На планете Товарищ Ой-ой-ой Диди И надо жить Диди Сейчас Не живет А-та-та-та-та Икскюрейт Раз И вот это АВП Все-таки пытался Как-то он там Заделать это все дело Но заделать это все дело Не получилось Естественно Это будет Дефьюз И все-таки Вне зависимости От экономического риска Для Коллектива Клауд Найн Они выходят на девятку Для себя И очевидно На шестерку Для команды Тайлу Что лучше чем 5 Но Недостаточно комфортно Для атаки Пожалуй Надо Инферно Ну Может Получиться иначе Опять же В дефолтной позиции Для Тайлу Вряд ли Это Все что Нужно китайцы Мне кажется С их сенсой Наоборот Нужно вот врываться Там и Тррррр Везде Быстро все просматривать Любые позиции Ну а здесь Сами Клауд Найн Могут также В атаке Немножко завтыкать Хотя Снайверская винтовка Для Клауд Найн Это вещь Скажем так Что могут играть с ней И Аутиматик И Стуит Укей И Скадудл Дэй Раш Тоже часто показывается И Тарик тоже играл То есть здесь Она может даже не потребоваться Например Как команда Ликвид Объяснила свою ситуацию По поводу Джедема Что им Вот как майн снайпер В команде Никто не нужен Они будут отталкиваться От игры чисто вот По ситуации То есть нужно будет Сыграть с винтовкой Ее может взять Практически любой игрок Команды Ликвид Возможно И мы придем к этому В дальнейшем Может быть здесь в атаке Мы не увидим вообще Снайперской винтовки Хотя это вряд ли Потому что будут брать Либо Скадди Либо Стуит Укей В случае того Если раунды получаться Не будут А если будут То вероятнее всего А ВП мы так и не увидим В атаке На ТЛУ Этим моментом Могут быть Не то что удивлены Но как факт К этому не готовы На самом деле ТТ карта Кажется такой Как и первая В каком-то смысле Когда был Детрейн Против Астралис Ну Рингейтс И Астралис Имеется в виду И вот я почему Рингейтс да Мол старались 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 На первой половине Но кстати Старались На первой половине И все получилось А потом на второй половине Их просто раздавили Потому что На классе буквально Было переиграно Вообще со всех сторон Все было закрыто И механически Было закрыто И тактически И стратегически С точки зрения экономики Опять же Здесь команда ТЛУ На вот Азиатской атаке На Дейнферно Грубо говоря Хотели Очень сильно хотели Наверное Очень-очень много Раундов на А Какие-то раунды Например на Б Но вообще-то У меня Возникло ощущение То что Они подтянули А И такие О мы подтянули А Классно И забыли про Б И оставили как есть И пошли на Б И встретились там С победителем Мажора Клауд Найн Которые на Дейнферно Там дербанили Простите меня Опять же Мажор Ранна Рапа Команды Фейс Ага Собственно Что Ай-яй-яй-яй-яй Но очень сильный коллектив Вот И И Тайлу Столкнулись с такой проблемой Ой Что-то не получается И в итоге Вот это вот Ой, что-то не получается Мы видим прямо здесь Например Да Вот три раунда Три раунда раз Там два раунда два Вот они пытались Пытались Да Здесь там попытчика 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 А в итоге Только 6 раундов Мало Реально некомфортно Прям Ну вот смотри Ты в начале этой карты Обращался к вопросу А сколько вообще могут взять Раундов в Тайлу Вот какая у тебя сейчас Позиция по этому вопросу 6 есть Сколько получится взять В защите еще против команды Клауд Найн ну вот я поэтому с без пистолетного раунда без даже если фактически тайлы его берут вот это считает из девайсных раундов сколько получится я тебя понимаю но наверно из девайсных из 2 вот из девайсных 3 вот просто 3 до допустим откровенно говоря я почему-то склоняюсь к этому же было в начале очень много ошибок от cloud 9 которые тайлу просто вот опять же как я говорил тоже в начале этой карты что китайцы будут этим пользоваться промахивается скадуду проигрывается раунд потому что было много моментов где с когда не должен быть закрывать китайцев просто раунд брать но пять промашек за буквально 10 секунд китайец просто прибегает и дефицит в тупую вот когда где забирать голока в голову тот же не отреагировал понимая что времени немного да это было все правда но как факт было слишком много промахов потом исправился и после этого тайлу было крайне сложно разбираться с оппонентами вот когда стреляющий снайпер просто убивать проект в их тиммейт да есть такой момент ну давай смотреть дальше в итоге 2 пистолетный раунд здесь укрепление от тайлу на планте в 4 лица кстати в принципе если что сам баде перетянется если будет надо но но на боему тяжело он даже на побежать поэтому если cloud 9 внезапно вдруг захотят пойти на b вот прямо сейчас они такие не хотим вот мы на давайте вот здесь пошумим и пойдем на б то и перетяжка время займет от команды тайлу и так далее так далее но вот этот риск они ставят на этот риск сейчас они ставят на угадывание и они даже угадывают и x curate находится за тюрьмой это очень важная позиция для него он должен вылезать и капитан мой капитан мо делает килл и килл соответственно дети правда делает килл раз разменивая диди капитан мо делает еще что-то такой-то жесткий капитан мо и в итоге тайлу просто банально угадывают и помимо тактических правильных позиций еще и местом на самом деле забирайте это дело но нету бомбы на руках у аутематика капитан но квадрокилл господи какое рубило в на пленте что вообще происходило везде фраг размен 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 и только после этого приходящий игрок из плента b который там находился на банане там то была тоже маленькая заруба но все это было происходило в один и тот же момент и тайлу с каким-то чудом на чудо называют по никнеймом капитан мо и там и последний игрок команды cloud 9 тоже сделал трипл килл и вот за счет этих ребят которые просто разменивая своих тиммейтов в разнице в секунду наверное получилось оформить то что мы сейчас вами видели какое-то не знаю безумие творилось и китайцы за счет того что как ты уже правильно заметил угадали положение дел по расстрел сумасшедший по команде cloud 9 получает дэмэдж экскурэйта нанес в два раза больше дэмэджа аутиматик бежит в виде оппонента но оба промахиваются короче китайцы здесь должны дать жару если выиграть то хотя бы дадут настолько сильный отпор что cloud найт задуматься о том чтобы но как-то думать о том как действовать против любого оппонента на максимум своих сил да тайлун но как мы уже говорили и в чате тоже 1 1 1 1 1 и как ленигейтс тоже там против астралисов могло ведь заехать залетить два раунда лишних для них в атаке все изи был один для таких коллективов это лучший вариант это прям реально лучший вариант и поэтому есть смысл всегда стараться прям на максимум детей снимает аутиматика детей за патио работает за столбиком на скаду дал все таки стезахи перестреливает сего господина детей сделал три фрага в этом раунде можно и на покой уйти он сделал все что он мог собственно на стю и скаду дал остается вдвоем и экспирает находит со скаутки свой выстрел находит ой какой шашлычецкий то прям насквозь ой как красиво ой как красиво супер классно люблю такие вещи потенциально на 9 9 ребята могут выходить и кстати говоря он сделал это с глушителем если слышали потому что звука не было у меня например точно в этом в этом моменте да на 9 9 могут ребята выходить потому что нету денег у команды cloud nine они себе не могут позволить ничего потому что порог трешел туда так называемый в 2000 поэтому это флэка это полный экономический ранг как уже сказал жене и действительно выход на браун под номером 9 единственно что смогут позволить себе cloud nine здесь это возможно задавить кулаком и дальше попробовать поставить бомбу но на выбивание вероятнее всего потерпит фиаско погибает уже стю и тукей дальше пробирается тайлу давай информацию полную что здесь как бы у ребят это уже никого нет получает по голове сам бати но и сам будет отъехать сейчас делать один-второй минус выгибает бомбу выпрыгивает изъемы ищут его в катаке но это похороночка для всей команды cloud nine никто из тайлу не погиб да было кстати говоря опасно в плане сам бати он специально пропустил оппонента чтобы попробовать дождаться другого но потом как-то на размене его хотели забрать и сам бати было настолько некомфортно и неудобно что наверное сам подумал ой я наверное сейчас умру а он взял и убил всех на точно стрелял до самого конца у него внезапно получилось почему-то по какой-то причине его не забрали например странно но в том плане что вроде должны были в этой ситуации но тоже нет то есть тоже плюс для тайлу и вот кстати говоря 2 сны 1 на 2 половине и мы попробуем считать ну по крайней мере я попробую считать я сказал три вот посмотрим три или нет именно 2 сна чисто 2 сна да и пока что никто не пострадала стю и токей на 4 хп пострадал сам бати кстати говоря да тоже немножко и крис говорит пытается как-то противника здесь найти чехаешку на яму кидает но этим все и граничится а кстати говоря три девайсных раунда могут принести команде тайлу победу в общем если стриком возьмут как раз три раунда девайсных получается ну а там уже все идти или мы имели приблизиться к тому чтобы вытащить эту карту три девайсных реально сейчас это та самая цифра которая может принести команде талу победу так же команде cloud9 так что нужно пытаться стараться и давить дело до конца тем более что равное положение команды колбайн явные фавориты но тайлу могут действительно вот таких ошибок не опросить своих оппонентов хотя рубилова на уровне но как всегда мы ожидаем от фаворитов какую-то неимоверную вообще жесть стали и любые другие металла кстати металла изделия кстати говоря на следующий матч у нас фейс клан против ордер там на ордер 7.28 на лиге ставок собственно коэффициент всех всех единиц это просто представляешь 7 котов с половиной можно выиграть но честно говоря это какое-то количество раундов для команды ордер потому что ребята очень крутые сами по себе но они единственное что первый раз участвует на таких крупных турнирах они обыграли топ-2 команду австралии это была команда этот мальсон а тем временем выход бнт будет летопить он просто пошел смог сейчас будет хранить абсолютно всю команду cloud9 но не будет его завитор и полегка это стюк это все-таки фраг для у тематика и последним остается в живых игрок команды тайлу это снайпер экскурейт идет дальше смог прилетает на короткий и как же был близок бнт потому что похоронить все команды cloud9 но тиммейты не смогли пожить подольше экскурейт получается фраг от у тематика и это раунд для cloud9 но как же был призрак бнт до я до сих пор не могу понять почему тиммейты не получили от него информацию что живите прячьтесь как можно дольше я сейчас выйду всех поубиваю вы будете только живы но и такого не получилось да 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 действительно что-то как-то прям вроде все хорошо было но но не до не добыла как говорится но не добыла пауза от клоудов пока что будут думать о том о семе пятом и десятом скинули один девайс прикинули второй девайс и туго четыре девайса и я не вижу для пятого человека вот все или или подожди 4 я не вижу 5 почему-то для одного из игроков 20 на 13 но слишком быстро были этап об сервере для нас 20 на 13 аутиматика играет на лучший фрагстатер на сервере при этом второе место скаду долл опять же да противник бнт по фрагстату для него 16 12 16 11 ребята идут ноздря в ноздрю остальные забавно что в принципе гармонично 11 12 12 11 обоих коллективов но сам воде проигрывает по фрагстату последнему замыкающим из команды кладной на татарик 10 11 соответственно а у сам воде 613 то есть китайцы немножко вот но переживают очевидно да это видно и у кого-то что-то не совсем получается при этом cloud nine вообще-то на мажоре играли мажор выиграли на таком же до инферно поэтому с точки зрения опять же психологии опыта до для для мозга и для головы это стрессовой ситуации но она уже была то есть это мы уже проходили мы знаем как поэтому то я будет тяжело силы таки убивает сам воде и открывать счет но сейчас сможете получить это команды клаутан жмет бнт от вырубает тарика чуть-чуть и полезет для него игрок защиты вряд ли откидут флешку ждет куда хэппо тиммейтов но и мы-то для воли для никого ты все-таки промахивается бнт это не отпускает сделал свой минус тут же у экскурит готов помогать этим этом rush находит голову экскурита это два в четыре какие же пик и красный cloud nine можно пытаться делать убивания хаешкой и молотов могут действительно двоих или одного хотя бы забрать из оппонентов а дальше добивал очка и нет игрок под номером 0 капитан мо очень далеко находится от какой-либо связи с диди поэтому это будет просто сейв для китайцев опять же говорю про то что слишком мало денег сейчас находится руках на руках у тайлу это буквально 300 350 долларов это максимально что вообще сверит китайцам следующем ну точнее для сэйва это будет по-любому эко с двумя девайсами 2 мки плюс раскидка можно попытаться похоронить опять же оппонентов взять подобран третий девайс например и как-то все не знаю пока грустновато в защите пока что не вижу каких-либо действий ботайл украины вот пистолетного раунда либо же антифорс анти-эко где они побежали на бананы очень весело и бодро начали действовать когда у оппонентов нет девайсов или вы сами бегаете без этих самых девайсов вот китайцы тогда показывается уровень на которой они могут выйти и действительно рассчитывать как появляются девайсы это полностью скомканные действия нет никакой агрессии бояться оппонента и получается вот такое то да все как-то все как-то так и есть действительно действительно все как-то так и есть но посмотрим посмотрим что-то как в итоге закупаются клоуда до закупаются точнее и вот от тайлу да как мы видим цешка 2 юспа голых и 2 засебленных девайсов те самые эти самые мки четвертые довольно довольно тяжеловато довольно тяжеловато в целом и по поводу эмок юсп плюс м к на б как я вижу нет стоп цз х стоп-стоп цз х и юсп на б я не согласен с этим решением надо хотя бы как бы по девайсу ставить на плент хотя бы по одному если уж не в две мки укреплять б я и втроем опять же мясом укреплять а ну например да но что-то вот как они стали мне сейчас прям совсем не нравится и проигрывает что один план что 2 может быть опять пытается угадать оставив некоторые силы для отвлечения внимания команды cloud nine то есть там вроде пошумели здесь какая-то чешка может быть сработает хотя чешка у нас номер 9 да красный на пленте б какая-никакая сила просто разделять девайсы то не захотели в том отношении чтобы просто-напросто банально угадать как это было на пистолетном раунде хотя cloud nine сам еще пока не знает куда же идти вроде бомба лежит между секундом и на мидом но все-таки вроде как направлены на то чтобы идти на плент а капитан сейчас будет отхватывать аутиматик был готов к этому находясь на бойлерах просто-напросто дождался китайского который в одного решил какую-то судьбу раунда наверное взять на свои плечи дедушка здесь же стюкей по-моему сейчас будет еще один китаец отваливаться может быть да что-то как-то он начал двигаться вообще не вовремя точнее ровно не в то время когда это надо было делать в итоге минус два девайса остается чисто пистолет и это забег на а кстати к слову да то есть по девайсам вообще-то угадали но как бы я там не говорила как бы мне не нравилось угадали чисто под а плент 2мки стояли но но все равно они не помогли эскерирует зато с юспика снимает одного оппонента видел второго понимает что сейчас его просто будут забирать поэтому видимо надо уходить вместе с самбади кстати в два лица могли бы разменять но тарик не совершает эту ошибку сейчас я всех убью сейчас я пойду там вот это все не он просто будет сидеть ему вообще нормально совершенно здесь вот давай сразу что поменяет и сам боди не приговорил а вот теперь уже и можно идти поедет фрагировать немножко тарик дождется ли нужные секунды не вот вот настолько прямо много терпения у тарика вот не шагу лишнего просто не шагу шикарно вообще с точки зрения выдержки реально шикарно и 12 пешно возвращаемся здесь уже 14 9 просим прощения за технические некоторые неполадки и собственно пять раундов подряд команды cloud nine в атаке уже взяла и к сожалению со счета до войсных я уж точно сбился видимо на девайсных было два раунда три три раунда было девайсных потому что смогли позволить себе тайлу 1 девайс на пост выигранных трех потом еще доставались деньги и после одна попытка которая также не удалось это два минуса и подкрышка пытается скрыть отлично погибают раз люди трипл с одной позиции которая не отпускать команды клада нет даже сам баджи не смог затил скаду отвечает хотя бы одним ну как же диди жил сейчас и клоуд 9 просто ослепленные по всей карте бегали и смогли только один минус оформить да да в итоге все-таки тайлу могли бы взять сейчас вот этот вот девайсный раунд для себя не видимо как я понимаю это все-таки 1 видимо все-таки 1 для них но xq рейда все-таки убивает стивит у кейс к дудал с бомбой остается последний минута времени у него есть молотов и смог также в наличии мы 2 армор 10 тоже не спасая да потому что а випе искюрает дабл кел диди трипл кел в данном раунде но конечно есть деньги у команды cloud 9 естественно они будут огрызаться опять тайлу закупается то есть у нас еще один девайсный к слову будет сейчас и вот тайлу выиграли первые погнали смотреть еще один подряд опять же дайте здесь подряд они во-первых еще что важно прошу прощения что важно упомянуть то что они прерывают в инстрика с 5 раундов из своих оппонентов поэтому если прямо совсем получится то можно на самом деле экономический резет оформить в ближайшее время смотри первые девайсный есть остается всего лишь 2 для команды тлу чтобы мы ну чтобы же не оказался прав на самом-то деле на мы ни в том случае не топим за какую-либо команду для нас это все определенно одинаково кто бы не играл просто интересный контра страйк и чисто вот наверное интуитивно хочется где-то угадывать что на можно примерно где-то киберспорт предугадывать хотя бы чуть-чуть хотя бы немножечко на всегда приятно угадывать даже в таких нелегких ситуациях да не правда и и правда не правда да ну что ж будем будем смотреть что здесь у нас минута остается времени минута остается времени дорогие друзья до окончания 25 раунда на карте до инферно и пока что клаудная никуда не спешат 212 от команды тайлу то есть перетяжка будет довольно быстрая на б-плэнд который пока что не происходит забег видимо будет уже под апплэнд и арку будет закрывать тот же самый бнт скорее всего давайте посмотрим как он как он будет все это дело закрывать бнт это таки минусует тарика бнт пытается состоит все еще в арке неудобно ему значит будет умирать ну то есть он в принципе должен был ему надо было как-то уходить после первого кила дело в том что все еще защиты есть на планте это двое товарищей опять же большие пески и курилка судя по всему на данный момент и перетяга с б-плэнта так и нет потому что ты луни могут себе его позволить к сожалению так и получается 2 на 2 стоят по позициям китайские ребята смоу для раша весьма интересный получается но он 8 секунд времени бомба должна залетать на плен 6 5 4 да получается на дидиха вроде двоих это последний сходу голуба нет либо не получится трипл килл сплентает точнее списков делает игрок команды тайлу один стран для китайцев фото 2 девайсный который позволяет себе сделать пока что зятские ребята а денег у клоунайн на бай кстати может хватить если даст дропс к дуду это будет как раз таки кстати для кладно клоунайн которые сейчас берут паузу и соответственно ну подумают нужно ли делать тот самый бай который сейчас проговорил именно я наверно подумал ты и согласились некоторые ребята в чате ну вот и собственно два девайсных дорогие друзья как раз от команды тайлу вот это будет не девайсным потому что это не дефолтный пистолет и пистолетный полубай от команды клоунайн чтобы на следующий раунд делать филбай четыре цезэхи оглок ли кстати говоря для скадудла что-то ему должны 5 цезэшек си зи гоу у нас не контур страйк глобал офенсив а чешка чешка дзы дзы соответственно глобал офенсив на самом деле я не в курсе как она вообще называется к слову вот надо потом будет посмотреть так для эрудиции в общем и целом и что что-то как 23 а 2b прошу прощения на а плент идут ребята из команды клаудная но и экскурит не вне зависимости от того слепена или нет просто убивает оппонент но и погибает сам от тюйтуке пробежались по молотого ребята из клауд на им бнт готов и принимается а вы уже прибежали американцы дальше диди сплента убирает одного капитан был на хелке и только один минус и только снайперскую винтовку выбили хотя снайперскую винтовку подбирает сам баде в принципе особо тэлу здесь не пострадали тем более что для них сейчас очень важно сколько девайсов сохраняется но другой стороны видим что по экономике ребят все неплохо два раунда отделяет тайлу от временной ничьи хотя даже один если сейчас забирают девайсы команды клоудная то вполне себе могут позволить времену еще а дальше чем черт не шутит уже сколько получается китайцы взяли подряд три раунда два из них девайсные поэтому ну по-моему сейчас взяты подсобрались с той мыслью что нужно и можно тащить позволительно пока сейчас да действительно ну и важный момент дорогие друзья прямо здесь прямо сейчас потому что вот он еще один девайсный а мы загадывали три и посмотрим смог отлетайло выиграть этот потому что этот раунд действительно дико важен для них прям очень-очень экскурит отвечает экскурит капитан мо делает по своему киллораж правда разменивает одного капитан мо меняет свою позицию на большие пески отходят со своей снайперской винтовкой сам бадди опять же остается на банане закрывая с авп весь банан что очень очень хорошая идея это реально работает это реально действительно здорово капитан мони промахивается по скадула внезависим по скадула прошу прощения независимости от того что там были подсадки на вазы а плента и практически вуаля и 3 девайсных это неожиданный поворот и сейчас я так посмотрю в чате что ребята не готовят омк cloud nine дос на тайлу потому что действительно все рассчитывали на то что это будет изи каточка для коллектива из северной америки но тайлу дают очень жесткий отпор и конечно горят ставочки хотя как было вкусно верно получить поставив крупную сумму на такой вот изи расход и выход тарик минусует капитана мо под флешку пытается ворваться дальше это кейс для оппонента нет диди от обычный минус и тарик промахивается на дискоментовка никак не помогает игроку cloud nine 14 13 тайлу он сейчас показывают волю к победе 24 фрага скадула 23 аутиматик но еще больше имеется выйти 25 на 19 китайский стрелок команды тайлу о да о да и и и да снова 14 13 дорогие друзья пистолеты от команды cloud nine потому что потому что какие еще варианты собственно для ребят здесь могут быть и команда тайлом может выходить на прийти от по раундам 14 14 а там где прийти от по раундам 14 14 там соответственно недалеко общая возможность победить к примеру да то есть это еще и такой момент может быть в самое ближайшее время у нас здесь а это уже совершенно серьезные вещи давайте посмотрим что конкретно именно cloud nine здесь делать потому что тайлу я бы ожидал да то есть максимум одной смерти и убийство вообще-то всех остальных ну к слову так то по-хорошему опять же именно так и должно быть но опять же поглядим и так на плану помнишь мы по моему простейший прибавит подобный раунд видит команд тайлу когда мы тоже думали что чешки но вылетел xq-ray долгие головы и дальше просто вот ребята из холодно не ждали подобный момент капитан но пробивает очень жестко а у мальчика дать куда не сдается у капитаном ол погибает хотя убивает раша и 4 в 4 можно выйти дальше их струйт уже приезжается на чешку и с хаешкой в руках может быть похоронен но нет погибает тайник погибает стрелы бомба стоит но это неважно стюйт окей минус победе и битая команда cloud nine ухосящая выиграет этот раунд стюйт окей хоронит еще одного остается последний самбаде снайперской винтовкой и стюйт окей 46 хп 1 армор трипл килл уже имеется у стюи две тысячи который должен идти самбаде понимать где находится его оппонент есть руках снайперской винтовка и он погибает стюйт окей как же был сейчас близок тому чтобы потащить раунд четыре фрага для команды cloud nine в таком непростом раунде это это жестко это жестко 14-14 дорогие друзья давайте с ней раунд от команды cloud nine будет конечно в самое ближайшее время но 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 тайлу смогут ли дотянуть смогут ли вытащить потому что поймали вот этот вот пик пяти раундов опять же подряд смогут ли смогут ли справиться здесь главный вопрос а шансы есть да самая самая главная история то что шансы есть окей 3а 2b собственно будет у нас ближайшее время по защите от команды тайлу cloud nine но пока бомбы скинута на лена банан забегает самоде промахивается один раз не промахивается второй раз будет ли спасаться до спасается как-то очень сильно медлит на дотекание до забирать собственно оппонента и что-то как-то 4 в 5 пока что но очень забавно наблюдать сейчас за чатом откровенно говоря как ребята просто вот бомбят а кто-то так радуется как будто кому-то по три недели то что он хотел сам и вроде как бы подарок случился и вроде не тебе и как-то все очень странно происходит тем временем потому что но никто не ожидал букмекеры 1.1 на команду cloud nine пятерочка ли там семерочка некоторых 100 букмекерских конторах на команду тайлу сейчас все это более-менее выглядит одинаково и непонятно почему действительно победители мажора которые на села лиги показали себя ну постольку поскольку там отвалившись где-то ближе или даже не дошли до плей-офф стадии и сейчас так жестко борются с командой лу практически не то что без шансов да они взяли 5 раундов подряд за специальный раунд за девайс на уже казалось бы что 14 раундов у них есть девять у оппонента и можно взяв один браун просто взять и эту карту закончить без вопросов потому что все на севере довольно интересный счет где кому может повезти но сейчас сам баде снайперская винтовка будет быстро вытягивать но промахивать на пэнт это группа своих третьем не получается 23 времени на передачу команды тэну хватает тем более что они в большинстве есть диффюс киты сразу трое только одна флешка да тут тяжелые ситуации конечно rush ска дудал остаются вдвоем и на самом деле но crossfire у них есть опять же виден этот конус до которой они создали для себя вопрос поможет ли он им потому что одного человека тайну могут разменивать как раз отправлять на смерти вот он этот человек который пошел на смерть и искю рейд а ска дудал квадрокилл он просто смог 4 хп узко дэди который вытаскивает раунд он разыгрался он понимает что не гоже не гоже тем самым ребятам которые не так давно взяли менеджер проигрывать китайцам хотя и best of 1 все что угодно может быть наверное сейчас у кого-то от сердечка отлегло просто вот действительно наверное стул чуть-чуть можно потушить да да все таки не получилось китайцев здесь забрать это все дело и теперь опять же да главный главный вопрос всего этого дела до допов дотянут или не дотянут как бы и справиться справиться не справиться то есть какой-то такой момент у нас здесь получается потому что cloud 9 на самом деле понимая теперь то как уже играет команда тайлу хотя конечно отпустили вот этот венстрик но прекратили его сами забрали 5 между прочим до этого момента вот там осталось реально не так много понятно что может быть очень сложно опять же понятно что с пунктом например мог где-то не угадать и команда тайлу внезапно может решить стать как-то нестандартно но как мы видим встают стандартно 3а 2b здесь ничего такого возможно на ранних таймингах что-то попытается сам воде сделать но сразу же бежит назад потому что понимаешь что если умрет будет очень все плохо ну что ребята сколько баночек или бутылочек того самого средства уже приняли от того чтобы не стало сердцем где где этот где-то лекарство которое поможет помочь вам потому что действительно в наше время очень много детей уже седые после таких событий которые происходят в контрастайке в доте полный уже седые кто-то имеет проблемы с сердцем как оказалось бы это вроде не забавным так на самом деле но есть потому что временами смотришь за судьбой команды ли там горит ставочка и просто эмоции слишком сильно давят на тебя и на твой детской организм даже в моем случае у меня уже и на голове седина и набрались на я катался бы что от жизни такой плохой да нет и за контр-страйка да у всех наверное есть старые старые все стали счета старые старые ну да ладно в итоге опять же команда cloud 9 думает о куда нам идти и в итоге работает на информацию по обоим плентам да то есть они не готовят атаку конкретно в какое-то место на данный момент они пытаются вскрыть одно и вскрыть второе посмотреть что вообще где происходит чтобы собрать информацию понять где находятся оппоненты и потенциально другие какие-то оппоненты до которых они не видят вообще ну это тематика открывает счет убивая экскурейта правда капитана разменивает раша капитан мой еще минус по скадугу капитан здорово здесь получается bnt опять же на плент прям что-то вести такие трех очков и кидает на плент тяжеловато может быть заходить но диди в итоге добирает арика постоянные размеры просто постоянные пытается поставить бомбы сама не последний либо он справляется либо нет 14 команда cloud 9 смогла таки выиграть это противостояние хотя как были близки тайлу очень очень скадедик в том раунде где сделал квадрокилла это был 29 раунд тайлубы сами имели возможность тащить все это как минимум до топов